Сегодня у нас Глеб Игварович. Спасибо. После холодного космоса, горячих звёзд, очень тёмной материи, Квантовая Тюриполя должна показаться очень приятной, родной, домашней, не бесконечно наукой. Давайте продолжим с Квантовой Тюриполя немного. И меня попросили, в частности, немножко больше объяснить в прошлом круговое уравнение, которое я представил в прошлый раз. Получается чуть более технично объяснить, что здесь к чему. Я начну с этого, ну и, в общем, объясню немножко также общую науку о бета-функциях. Ну и потом ещё расскажу вам что-нибудь интересное. Значит, что мы, собственно говоря, сделали с вами в прошлый раз? Мы написали уравнение ренорм-группы, исходя из того, что голые или неперенормируемые функции Грина не должны зависеть от массового параметра Мю. То есть должно было выполняться на сравнение. Производное по параметру Мю от голой вершинной функции должно равняться 0. Значит, Би-то это внешние импульсы, от которых зависит наша вершинная функция. g0 – это голая константа связи, m0 – голая масса, это параметры Лагранжани. И ε – это параметр размерной регуляризации. Значит, если мы воспользуемся соотношением между голыми функциями Грина и подставим сюда, то наше уравнение может быть записано теперь в частных производных ах, в следующем виде. g по дж плюс m по дм по дм, минус n пополам, где n – это порядок нашей вершинной функции, мю, производная от логарифма перенормировки волновой функции, так оно называется, д по дм. Все это действует на перенормированную функцию Грина. Значок А внизу означает ренормовая. От импульсов по-прежнему, но в этот раз от перенормированных параметров g, m, от массового параметра мю и от параметра ε. Здесь мы предполагаем, что g есть нетривиальная функция от массового параметра от мю, и тоже самое перенормированная масса, есть некая нетривиальная функция параметра мю, и g от мю и m от мю должны вести себя таким образом, чтобы это уравнение имело место в мю. Значит, что мы с вами сделали далее? Мы ввели так называемые бета-функции, бета-функцию или функцию Германа Лоу, мы определили ее вот таким выражением, dg поднимем, dg поднимем, мы ввели аномальную массу, или таким образом, такие обозначения, и аномальную размерность для поля φ, мы удалим, df поднимем, что позволило нам переписать это уравнение через коэффициенты бета-гамма, m-гамма-фа. Значит, и далее я сказал, что в этом уравнении нам не очень удобно иметь явную производную по параметру массовому параметру мю, и мы можем от нее избавиться, если мы учтем, что функция Грина, перенормированная, имеет тот же самый закон преобразования при одновременном растяжении всех массовых параметров, а именно импульса массы и мю, что и ее голый аналог, а именно при таком перескалировании всех массовых параметров эта функция ведет себя однородным образом, выскакивает множитель t в степени d умножить на ту же самую функцию гамма-барк от n, renormalized, от этих самых параметров pg, m, ню, ε. Здесь как бы учитывается интервьюальный стейлинг, и для вот этой буквы d я написал ответ, который следует из вида неперенормированной функции d. Это d зависит от n и от ε. в размерности d она равна и d плюс n и единичка минус d. Понятно? Все пока? Или есть какие-то вопросы здесь? У вас были какие-то вопросы? Нет? Все понятно? На самом деле не понимая, откуда логарифм взятки. Какой логарифм? Вот. А, вот это, да? Логарифм по d по d мю, это вот сокращенная запись вот такого выражения. Когда мы продифференцируем по логарифму, логарифм поднимет единичка на zf, d zf поднимет. И это нам нужно было для того, чтобы втащить zf, вытащить zf обратно, поскольку связь, ну давайте я так условно напишу, между голой функцией Грина и перенормированной функцией Грина имела вид zf в степени n пополам, гамма бар n перенормированная. Вот был этот экстрамножитель, экстрафактор, связанный с перенормировкой волновой функции. Если вы хотите написать уравнение, которое перегнать оператор, может, и поднимет оператор, действующий на функцию гамма бар, перенормированную, то в этом случае вам надо избавиться от этого множика, вытащить его. К результату этого вытаскивания у вас возникнет вот это вот как раз n пополам, n, и такая вот комбинация. Значит, сделайте упражнение. В последнем выражении g не умножается на t? В последнем выражении p умножается на t, спасибо. p умножается на t. Слева, слева. Нет, здесь ничего не умножается, здесь слева, да? Да. Нет, g это безмассовый параметр, вспомните. g мы ввели как безмассовый параметр. У нас был g0, вы сказали g0, начинается как g, мю, степени, эпсилон, и дальше идет. g это безразмерный параметр. Да, меньше. Это все для φ4 теория, да? Сейчас мы работаем для теории φ4. В действительности мы можем написать по аналогичному равному. Но константы связи у нас будет тогда как и с прошлым, для 70. Будет соответствующие константы, бета-функции столько, сколько констант взаимодействия. Ну, в нашем случае, мы имеем теорию φ4, одна константа, на нее есть бета-функция. Ну, в каком смысле, это бета-функция для массы, а если это бета-функция для волновой функции. А для неперенормированной теории, в общем-то, вот это вот все имеет смысл? Ну, для неперенормированных теорий, вы понимаете, тут вопрос заключается в том, чтобы до того, как писать это уравнение, нужно понять, как избавиться от всех расходимости. Здесь это утверждение основано на том, что вы можете написать такое уравнение. Прежде всего, нужно уравнение, связывающее неперенормированную функцию Грина с перенормированными. И утверждение этой тривиальности состоит в том, что любую расходимость отсюда вы можете всегда компенсировать, подобрав соответствующую правильную зависимость G0, M0 и остальных вещей от перенормированных параметров и от единички, но и отрядов, и от единицы на единицу. Так, чтобы пределить Сон к нулю. В каждом порядке по теории возмущения функции Грина были конечны. Для перенормированных это не так. Я не знаю, как описать это уравнение. Но для неперенормированных в теории есть другой подход к ренорм-группе, который связан с тем, что можно ввести действительно... Я бы не хотел пока выгодоваться, но в общем есть тоже ренорм-групповый подход. Он другой, он основан на том, что вы можете добавлять к вашему действию все возможные операторы релевантные, релевантные и так далее, и следить, вести каток, и следить, как эти константы связи зависят от этого каток. Такой подход, например, люди широко используют в гравитации и изучают, как себя вот такой бесконечный ряд из контрчленов ведет при изменении каток. То, что я объясняю, это называется Continuous Renormalization Group, стандартная вещь, в твоей поле. Смотрите, я забыл здесь, но я поставил. Хорошо, значит, у нас имеется вот такие два уравнения. Это уравнение ренорм-группа, это уравнение скейлинг. И скейлинг, вот это вот соотношение здесь, тоже можно переписать в виде дифференциального уравнения. Это как бы интегральное соотношение, но его можно сделать дифференциальным, очень похожим на то, что вы видите здесь. Выглядит он будет так. D, минус D по D, плюс M, D по D, плюс T, D по DT, минус размерность D. Все это действует на гамма-гвар-атен Renormalized TPI G M μ ε равно 0. Значит, тоже хорошее упражнение такое вот, показать, что из такого скейлингового соотношения вытекает это дифференциальное уравнение. Можете сделать как по-прежнему соотношениями. Значит, после этого вы просто объединяете эти два уравнения, первое и второе, устраняете D по Dμ и пишете уравнение в следующем виде. Давайте я его сразу напишу в таком виде, которое для меня будет удобно для того, чтобы его решить. Я его пишу в форме, удобной для решения. Как говорится, привожу уравнение к виду удобному для логарифма. d по dm плюс d минус n пополам камма пай поделить на t и все это действует на функцию камма пар n перенормированную от t минус первой и i g m nu ε равно 0. Смотрите, это дифференциальное уравнение частных производных первой степени. И я более чем уверен, что такие уравнения вы решали в курсе, который называется дифференциальное уравнение. Как мы такие уравнения можем решить? Ну-ка, поднимите руку, дифференциальное уравнение. Это трудновато разделять. Первые интегралы. Да, есть такое понятие. Вот если я скажу такое слово, метод характеристик, что-нибудь вам напоминает очень хорошо. Метод характеристик. Ну нет, идея на самом деле очень простая. Идея состоит в том, что надо дифференциальное уравнение частных производных превратить в дифференциальное уравнение к обычным производным. И это делается следующим образом. Значит, вот эту функцию здесь, которая у меня написана, реально это функция от параметров t, g и m. Только от трех параметров. Все остальное меня не волнует. По мю никакой эволюции нету. Эпсилон тоже болтается сам по себе. Поэтому давайте я эту функцию просто обозначу t, g, m. f от t, g, m. По определению это гамма-бар n, r. t минус один. П и, d, g, m, 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 r. Сейчас напишу ее один раз. Откуда там t в минус первый? Это я его перескалировал. Я заменил t на минус t. В этом уравнении я заменил t на минус t. Значит, при этой замене здесь t заменится на t в минус первой. А здесь ничего не произойдет, если замените t на минус t, кроме того, что знак плюс поменяется на минус. Можете сделать такую заменку. t по dt перейдет в минус t, d по dt при такой замене t на единицу на t. Вот вы видите, этот член у меня с t, d по dt вошел с другим знаком по отношению к m, d по d. Значит, хорошо. Мы хотим решить это уравнение методом характеристик. Мы введем такой вот параметр s так, что все переменные t, g, m станут у нас функциями параметра s со следующим условием. dt, давайте я так напишу, dt по ds равняется единице, dg по ds равняется β от g на t. И dm по ds равняется γm от g минус единичка поделить на t и на m умножить. Значит, реально первое уравнение просто мне говорит, что, ну, в данном случае здесь коэффициентра m единицы, я бы мог бы, конечно, s и не вводить. s просто тождественно равно t. И вот мы подбираем эволюцию функции буквы g от t таким образом, чтобы dg по dt было равно β от g от t по t и dm от t по dt равнялась γm от g от t минус единичка поделить на t и умножить на m. Значит, если нам удается решить эти уравнения, то тогда наше исходное дифференциальное уравнение принимает следующий вид. Значит, у нас будет, что написано, d по dt здесь плюс dg по dt, d по dg плюс dm по dt, d по dm. Все это действует на нашу функцию f от трех переменных f от трех переменных tg и равно все это минус d, минус n пополам гамма φ поделить на tf от tg. Ну и после этого вы видите, что произошло. Оператор, который стоит в левой части, это есть не что иное, как полная производная df по dt, которая просто у нас расписана через частные производные, где эволюция dg по dt и dm по dt следует этим двум дифференциальным уравнениям. Ну и такое уравнение, конечно, вы можете проинтегрировать в сходу. Давайте я здесь выпишу решение. Значит, d по t записывается в виде c экспонента минус единичка. d минус n пополам гамма φ поделить на τ. И если угодно, первый член здесь. Какие-то вопросы? Я беру t, переношу сюда. Получается d логарифм f по dt, правой части константа. Да, это вы умеете. Могу вот это d поделить на τ в τ, взять явно интеграл. Получится t минус d экспонента n пополам. Интеграл от единички на τ. Дамма φ на τ. Да, одна коррекция, которую я хочу сделать здесь, чтобы было понятно. А гамма φ может быть функцией g. То есть, в принципе, это g от t. Поэтому, когда я интегрирую здесь, у меня гамма φ вообще, говоря, сложная функция. Этот интеграл я, к сожалению, вычислить уже в общем случае не могу. У меня такой интеграл. Ну и вот ответ. Вот ответ. И константа c, если угодно, это просто значение функции в единичке. Если я положу, значит, здесь t, здесь t, у меня стоит интегрирование под этапом. Если я положу t равное единице, f от единички, это и есть константа c. Константа интегрирования. Ну и теперь вы видите, что я просто получил, если я восстановлю теперь выражение для функции гамма bar через f, то вы увидите, что я получил следующее решение. t минус первое и π. g, m, μ, ε. Есть константа c, а константа c, это есть f при t равной единице. А f при t равной единице есть, что это здесь такое? Это есть гамма бар, или нормалайз, от... Да, ну вот я должен немножко аккуратно... От единицы pi, g, m, μ, это значение при t равной единице, t в степени d, минус d, экспонента, n пополам, интегрирование, от единички, туда, f, g, m, f, g, m, f, g, m, d. Слева написано решение для функции f, это левая часть раскрыта, а справа написано константа c, что есть значение в нуле, значит я должен снабдить это дифференциальное уравнение начальным условием. g в единичке равняется g, а m в единичке равняется m. Это те же m, которые стоят здесь в правой части, так, начальные условия. Ну и если угодно, это уравнение можно сделать последний шаг. Если угодно, то переписать это уравнение следующим образом. Перескалировать p, it, перетянув p, it, t, p, it, если очень хочется. Так что здесь зависимость от t пропадет, у p, it, а здесь она появится. Перенести экспонент в другую часть и написать вот решение в ренорме группового уравнения для перенормированных функций грина в следующем виде. t в степени d, экспонента, минус n пополам, фирал от единицы в тал, гамма 5, тал и тал. И здесь перенормированная функция гамма, m, r от параметров p, it, g от t, m от t, t, минус n. Сейчас возьму его в красную рамочку. Какое-то есть решение. Я сказал в прошлый раз, что вот эти функции g от t и m от t, которые подчиняются этой системе дифференциальных уравнений, называются бегущая константа связи, бегущая масса, равен g равен m. И фактически из решения этого ренорма группового уравнения вы видите следующее. Это уравнение вам реально говорит о том, что происходит с вашими функциями грина, когда импульсы становятся большими. Перескаляция импульсов на t, то есть, например, делая себя импульсами большими одновременно, эквивалякно тому, что вы ничего не делаете с импульсами, их не трогаете, но константы ваши побежали, g и m побежали. В соответствии с дифференциальным уравнением. Значит, позволяет вам реально осознать, как у вас функции грина меняются при больших g. Константы побежали с начальным условием, что при at равном единичке они у вас же есть. Можно вопрос? Да. А зачем мы в этот перенарьем, в том числе, зачем мы делаем параметр ε? Можем послать параметр ε к нулю. Можем послать. Можем не послать. Вот вы сейчас увидите, что Альяк не всегда будет послать параметр ε. Ну, и это будет иметь некие интересные последствия. Хорошо. Значит, бегущие константы, они у нас бегут и показывают нам, как себя функция ведет тем самым при больших импульсах. Без этим скрыт очень глубокий смысл утверждения о том, что ренорм-группа позволяет вам осознать поведение так называемых больших логарифмов. Суммировать логарифм. Но я не буду это отдаваться, сейчас я совсем глубоко. Я вам лучше скажу, как вычислить в нашей теории ФИ-4 вот эти функции β и γ. Значит, вычисление этих функций происходит по совершенно аналогичной схеме тому, как мы написали уравнение ренорм-группы для γ. Мы воспользовались соотношением между голыми функциями Грина и перенормируемыми функциями Грина и просто учли тот факт, что голые функции Грина не должны зависеть от параметра μ. То же самое мы можем сделать с константой связи. Голая константа связи, это есть в одной петле γ μ ε1 плюс 3 поделить на 16π²g поделить на ε. Вот результат нашей перенормировки для константы взаимодействия g0 в схеме минимальных вычитаний. Если мы используем ту же самую идеологию о том, что параметр g0 ничего не должен знать о μ, то есть μ dg0 под dμ равняется 0, мы можем применить эту производную к этому выражению, где g от μ предполагается, зависящий соответственным образом от μ, так что то, о чем я говорю, выполняется. А именно, применяя μ d под dμ, мы получим dg под dμ умножить на μ, μ ε1 плюс 3 на 16π²g от μ поделить на ε. Это производная вот этого g от μ. Дальше я должен писать производную μ в степени ε. Это даст мне ε и вернет μ на место. Вернет ε на место, поскольку я умножаю на μ, μ в степени ε, у нас плюс 3 на 16π²g от μ на ε, ну и плюс там производная последнего члена, 3g на 16π² ε, μ ε умножить на μ dg под dμ. Ну, все это должно равняться μ. Понятно, что я сделал? Просто пронеконденцировал выражение по μ. Теперь из этого выражения вы можете найти вот интересующую нас с вами производную μ dg под dμ, поскольку это ровным счетом то, то, что должно стоять в левой части по уравнению. Значит, отсюда вы получите μ dg под dμ равняется минус εg. Ну, давайте я напишу полное выражение, что получится. 6g на 16π² ε. Видите, выражение получается, если вы формально решите его, получается нелинейным по g, но все наши вычисления сделаны в предположении малости g, в предположении, что мы с вами рассчитали ведущий порядок теории возмущения, поэтому само это себе выражение не имеет большого смысла, его нужно разложить по g и ограничиться первым членом. И вот если вы это сделаете, то вы получите следующее выражение. Минус εg, 3g², поделить на 16π², ну, плюс там остальные члены, вот, я пытался небольшой g³, который нас не интересует. Ну, теперь, если угодно рассматривать теорию в четырех измерениях, вы видите, что предел ε к нулю существует, существует, и в эта функция для теории φ4, ведущем порядке по теории возмущений, оказывается равной 3g², поделить на 16π². Это вот результат ведущей порядки по теории возмущений. Так, так. И вот фундаментальная вещь этой бета-функции стоит в том, что она у нас получилась положительной, больше нуля. Так что уравнение для бегущей константы связи принимает вид 3g² поделить на 16π². Такое уравнение у нас получается. Значит, чтобы вас не смущала разница, здесь я использую μ, здесь у нас получился параметр t. μ и t, они связаны, μ это размерный параметр, t безразмерный, но вы можете выбрать какой-нибудь масштаб и представлять себе μ как произведение, перескалирование этого килограмма, ms. Тогда у вас здесь возникает безразмерный параметр t. А можно такой вопрос? Вот если бы мы, скажем, написали член следующего порядка по g, там бы получилось ε в степени... незаконная операция, мы здесь сделали с вами вычисление только для порядка g. Нам надо продолжить и сделать следующее вычисление. Вот наша эта бета-функция неправильно написать. Это равно... Это тогда надо поменять константу, чтобы... Да, чтобы сократить расходимость в порядке g. В порядке g квадрат возникнет своя расходимость, нам нужно будет ее сократить. Это изменит этот результат, даст вам поправку. И эту поправку... Вот потом вы можете разглагать этот ряд, если захочется. Утверждение состоит в том, что при ε к нулю предел существует в данном порядке по теории возмещения, потому что в данном порядке по g все должно быть конечным для перенормируемых объектов. В этом была цель. Ну, теперь можно что сделать? Решить это уравнение. Вы тоже можете легко это сделать. Там будет... Сейчас мы с вами получим формула, которая возникла у крестов в лекциях. И ее ровным образом с вами получим. Которая показывает нам, как, собственно говоря, эта константа бежит. Уравнение можно переписать следующим образом. Можно поделить обе части на g квадрат и переписать его в виде, значит, d под единички на g равняется минус 3 на 16π квадрат d от логарифм, d от лог мё. Ну, а после этого минус взялся из-за того, что d от единички на g это минус единичка на g квадрат, минус возник. Значит, это уравнение вы можете проинтегрировать, написать, как единичка на g минус единичка на g s, начальное условие, минус 3 поделить на 16π квадрат логарифм мю поделить на мю s. Значит, мю s это константа интегрирования такая, что при мю равной мю s g равняется g s. И отсюда найти ответ даже от мю, который будет выглядеть так. g s поделить на единичка минус 3 g s на 16π квадрат логарифм мю поделить на мю s. Вот такой результат у нас вычислился. В принципе, если у нас будут поправки к этой функции, значит, к бета-функции, то будут поправки старшие по степеням gs, правую часть, но я здесь интересуюсь только ведущим порядком. Это вот явное решение, которое возникает для running coupling. ведущим порядке по теории возмущений. Ну и вы видите из этой формулы характерное поведение, возникающее в этой теории. А именно, если вы начинаете с маленького gs и с мю, которые близки к мю s, вот этот член, написанный здесь, он мал сам по себе. Логарифм единички равен нулю, и gs мало тоже. Если вы начинаете увеличивать мю, начинаете делать его больше параметра мю s, то есть, тем самым, что значит мю вы увеличиваете? Увеличиваете мю, увеличиваете t. Увеличиваете t, вы увеличиваете импульс. Начинаете своим частицам сообщать больше и больше импульса. В этом случае вы видите, что вот этот член начинает расти. Логарифм начинает расти. Когда логарифм растет, из единички вычитается все больше и большее число, в знаменателе остается все меньше и меньшее число. И, следовательно, константа g мю что делает? Растет. Она растет, растет и растет, когда мы начинаем увеличивать нее. По крайней мере, это видно из этой формы. Ну и в определенный момент единичка оказывается равной 3 g s на 16 квадрат. И у нас возникает полюс в этой точке, который называется полюсом Ландау. Вот мы получаем полюсом Ландау. Ландау пол. это условия получения в знаменателе нуля. Логарифм мю поделить на мюс и устраняется нуля. Фактически, вот это отношение мю на мюс и есть тот параметр Rt, который у нас фигурировал в нашем уравнении для g от t. То есть ситуация в крайней мере с этим однопетлевым приближением выглядит так. Значит, у нас есть параметр мю или t, если угодно, неважно, как мы его обозначаем, который контролирует у нас импульсы или энергию. И здесь у нас имеется наша функция g от t. Мы видим, что начиная с каких-то малых значений gs при увеличении t константа связи начинает расти, расти, расти. И в определенный момент, в определенный момент, который отвечает значению мю равное лямбда, где лямбда это решение это уравнение, у нас константа связи взрывается. А можете пояснить, как понять, что мю имеет какое-то отношение ну вот же, вот формула. Я вот все время ссылаюсь на эту формулу. Что я делаю, когда я увеличиваю t? Я реально в левой части начинаю рассеивать все более и более энергетичные частицы. И ситуация обратная. Если вы начинаете уменьшать мю и гоните его к мю s, то у вас наоборот константа связи падает. И то есть при малых импульсах у вас а малые импульсы означают большие расстояния. То есть на больших расстояниях в инфракрасной области у вас взаимодействие малов же и тем самым теория возмущений применима. По крайней мере это то, что формально следует из наших рассмотрений. может это т равно лямбда а не мю равно лямбда ну либо особенно тогда для меня лямбда будет размерный параметр его для вас в электродинамике явно вычислить. Ну тогда на графике А ну давайте да спасибо согласен это будет у меня что это будет лямбда поделить на мю с Значит ситуация то что мы с вами сейчас обсудили это была мы можем абсолютно аналогичные вычисления сделать в электродинамике в квантовой электродинамике в одной петле и там мы найдем очень очень похожий результат я не буду это выводить я просто напишу ответ сразу эта функция в ведущем порядке теории возмущения оказывается положительной имеется полюс ландал значит вот ответ для бета функции бета то есть Q и ландал электродинамика бета от G это G куб на 12 пи квадрат так электродинамика принорм групповое уравнение решается для G квадрат от мю это это есть G квадрат начальный поделить на единичка минус G квадрат начальный 6 и квадрат логарифм мю на мю с все абсолютно аналогично тому что теория 4 4 нет это стенка все дошли сюда стенка можно конечно все что я говорю только первый порядок здесь будут поправки ну и теории возмущений с вашим поправки можно доверять где-то здесь не ходя далеко дальше вы идете члены G S ну то есть вот эти логарифмы которые здесь они становятся вообще говоря они маленькие понимаете поэтому ваше приближение становится все хуже и хуже но мы об этом еще поговорим у нас будет об этом сейчас разговор в таком смысле все это надо понимать и значит здесь возникает параметр лямда давайте назовем его лямбда QED это тот параметр при котором возникает значение мю при котором возникает полюс ландал и эта вещь если мы решили это уравнение выражение в знаменателе равно нулю мы получим следующий ответ мю S экспонента 6P квадрат на G квадрат то что будет следовать для решения этого уравнения но если угодно мы можем мю S выразить через лямбда QED через этот размерный параметр мю S это лямбда QED умножить на экспонент минус 6P квадрат на G квадрат и подставить ее обратно в это уравнение которое я напишу теперь как уравнение для бегущей постоянной тонкой структуры теперь она лучше не постоянно это жить это немедленно то что называется альфа альфа это G квадрат мю поделить на 4P значит эта вещь есть минус 3P пополам единичка поделить на логарифм мю на лямбда QED все что я сделал я просто сюда подставил вот это выражение для мю S значит вы видите когда мю меньше лямбда QED здесь логарифм стоит числа меньшего единицы логарифм числа меньшего единицы какой знак имеет отрицательный значит минус минус поэтому все правильно в левой части стоит положительный квадрат когда мю равняется лямбда QED логарифм единицы 0 это вот стенка взрывается ну и можно сделать следующий фитинг как это обычно делается а именно естественно предположение состоит в том что на массе электрона когда нашей энергии порядка массы электрона что есть полмева альфа есть измеряемая постоянной тонкой структурой есть одна 137 подставив это уравнение единичка на 137 равняется минус 3п пополам единичка на логарифм мю поделить на ламбда QED и мю я заменяю на массу электрона сюда можно вычислить что такое ламбда QED оценить использовать однопетлевое вычисление хотя бы представить себе масштаб что это такое ламбда QED оказывается масса электрона умножить на е в степени 137 3п поделить пополам если подставить сюда массу электрона в электрон вольтах получается какое-то совершенно безумное число 10 в степени 286 электрон вольт какой-то чудовищный чудовищная величина долянда QED значит масштабах все работает более-менее нормально да художество 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 хоть есть свои есть значит вот этот такой интересный феномен что у нас значит мы с вами начались клантов электродинамики обнаружили расходимости расходимости заставили нас вести массовый параметр мю и как результат всех наших манипуляций нам удалось получить некий новый размерный параметр да еще с определенным фиксированным значением вот 10 286 электрон вольт вот это появление такого массового параметра в данной ситуации и в похожих ситуациях есть феномен которому дали название размерная трансмутация размерная размерная трансмутация трансмутация происходит такой интересный феномен размерной трансмутации значит ситуация если вы ее прокрутите для квантовой хромодинамики хромодинамики будет прямо противоположной в том плане что в инфункции в ведущем порядке оказывается отрицательной здесь отрицательный знак в отличие от нашей встречи я вас покажу это и ситуация меняется кардинальным образом потому что в этом случае вот здесь вместо минуса у вас знак плюс и поведение вот этого эффективного как говорят заряда или бегущей константы оказывается прямо противоположным тому что есть в электродинамике а именно вы увеличиваете мю логарифм растет но здесь знак плюс поэтому эффективный заряд начинает понижаться с ростом энергии происходит прямо противоположное из-за чего там этот плюс возникает из-за того чтобы эта функция другая бета-функция другая значит ну давайте я напишу бета-функцию Кирилл Ильич вы ее не писали по-моему в хромодинамике давайте я напишу один раз чтобы она была у вас перед глазами сделать сюда перед я сюда напишу Кирилл Ильич Кирилл Ильич она имеет абсолютно похожую виду затем лишь исключением что вообще говоря ну вот общей калибровочной теории она зависит G куб на 16 поделить на 16 и квадрат значит и здесь стоит вклад 11 третьего НС где НС это число цветов НК а здесь минус две трети умножить на НФ до тех пор пока НС велико НФ не слишком велико так что выражение в скобках является положительным бета-функция в ведущем порядке оказывается отрицательна как результат эффективный заряд падает это что такое это Н количество да Н это количество флейверов количество генераций поколений квадрат вы прокомментировали что одни от диаграмм с поляризацией вакуума а другие диаграмм с левонами да вот Нябелева природа здесь очень важна природа потому что в Олегнелево там только поляризация вакуума а здесь помимо поляризации вакуума появляется еще невинейное взаимодействие к репровочному полю и вот они перевешивают эту поляризацию ну и первый человек вычисливший это вам уже был назван приклович извините забавная история фольклора которая сохранилась состоит в том что ландалов и косов и халатиков которые получили ноль в ликродинамики вначале сделали ошибку у них получился асимптос свободы в ликродинамики и даже это было московский это тот ноль который московский да был московский ноль все скала но насколько это что скала потом правильно сказать да но насколько значима такая ошибка была если люди на самом деле поняли что означает другой знак и когда в КХЗ он возник то все было ясно благодаря работами ландала брюкосов и халатников не может быть на самом деле можно мне кажется надо прокомментировать что стенка то стенка то есть ландарту было как статистически просто как они поняли что теория да теория поля действительно но мы как-то не расстроились сейчас поля с ландала поля с ландала в 128 все работает почему они так расстроились вот они расстроились нет консистент теории поля в конце концов теория поля я насколько помню теория поля у меня тогда еще не существовала наверное но по-моему сложилась очень катастрофическая ситуация в связи с этим нулем полюсом лучше говорить потому что теория поля как наука из-за этого нуля была подвергнута забвению обструкции и забвению на некоторое время кстати вот да ну еще конечно пояснение что вот эта ситуация когда у вас эффективная константа связи идет к нулю в ультрафиолетовой области она носит название симпатической свободы может быть если есть то что называется симпатическая свобода и ну да частицы начинаются при больших энергиях везде как свободно варятся как-то там а ну до того когда вы стараетесь хотите их растянуть на большие расстояния вам это не удается вообще говоря сделать поскольку взаимодействие между ними становится очень-очень сильным и на этом собственно говоря и основан вот этот феномен который вы знаете под названием конфайм хорошо если допустим возьмем и рассмотрим на 17 нет вы можете здесь получить положительную бета функцию можно можно я же говорю если вы возьмете слишком большой нф и маленькая нс можно получить положительную бета функцию но не нужно потому что эксперимент говорит что все-таки есть да эксперимент говорит говорит другое эксперимент говорит что есть три поколения три поколения да совершенно точно ну ладно хорошо значит это были конкретные теории очень важные физические теории с которыми мы сталкиваемся ну возникает вопрос вообще в принципе о поведении бета функции других теорий проблема как всегда состоит в том что мы не знаем на самом деле как вычислить бета функции точно для этого надо развить ну в общем решить теорию точно реально но мы можем несколько так помечтать о том какие вообще сценарии возможны ну один сценарий это полис ландау мы его обсудили это значит бета функция положительная и заряд растет в какой-то момент становится равна бесконечности ситуация другая мы начинаем с бета функции давайте вот этот график у меня будет для бета функции бета функция отрицательна начинается отрицательна и она убывает так и соответственно эффективный заряд при больших это будет бета функция убывает в нуле она ноль а дальше она становится отрицательной и убывает это ситуация когда соответствующий заряд G от мю при больших мю идет в ноль это симптом свобода ну и есть симптом freedom есть другие сценарии вы можете вообразить что эта функция например ведет себя так она например сначала положительная затем она растет растет но в какой-то момент она начинает уменьшаться и пересекает где-то ось G вот и в этой ситуации значит вот этим точкам где бета функция обращается в ноль то оно специальное название это так называемые фиксированные точки они фиксированные потому что вот смотрите если мы глянем на уравнение бета функции мю а дж под мю равняется бета от G точки давайте я буду означать G100 это звездочка G звездочка в которых бета функция обращается в ноль это в точки в которых производная дж под мю обращается в ноль то есть в этих точках теряется зависимость от этого самого масштаба мю и введена классификация таких точек где значит G бета от G обращается в ноль точки в которых производная бета прайма G больше нуля называются инфракрасными а точки в которых бета G прайм меньше нуля называются ультрафиолетовыми вот это какая точка правильно а это ультрафиолетовая ультрафиолетовая а вот на такой картинке сейчас мне скажите такая картинка точно G100 здесь инфракрасная точка а здесь ультрафиолетовая вблизи нуля как будто асинтетическая свобода значит с этой точки зрения в QED мы имеем G равное нулю это инфракрасная фиксированная точка да в этой точке производная положительно при G равное нулю это инфракрасная фиксированная точка а в QED соответственно G равное нулю это ультрафиолетовая фиксированная вот такую классификацию вводят обычно чтобы говорить о различном поведении бета-функции вблизи этих самых фиксированных точек вот ну и есть еще один интересный аспект именно можно изучить поведение бета-функции вблизи этих самых фиксированных точек просто раскладывая уравнение вот это уравнение в ряд вблизи G100 то есть вблизи фиксированной точки у вас что будет у вас бета-функция будет G100 что 0 а дальше будет следующий член G-G100 умножить на бета-прайм в этой точке ну вот смотрите что происходит плюс старшие члены которые меня не интересуют я предполагаю что они малые я нахожусь вблизи G100 где-то вот здесь вот рядышком в окрестностях отсюда видно следующее допустим если мы начинаем с ультрафиолетовой точки если мы знаем что наша точка ультрафиолетовая и знак бета-прайм меньше нуля то если мы начнем со значения G которое чуть-чуть больше G100 вот мы здесь окажемся где-то здесь то в этом случае производная DG под Мю будет отрицательна спасибо производная DG под Мю отрицательна потому что бета-прайм отрицательна а G минус G100 положительна DG под Мю отрицательна это означает что когда мы увеличиваем Мю G будет что делать производная отрицательна DG под Мю мы увеличиваем G уменьшается значит мы начнем двигаться с вами куда вот сюда начнем двигаться к фиксированной точке при увеличении Мю она нас начнет тянуть а в противоположном случае если мы с вами выберем G меньше G100 значит тогда произведение двух отрицательных даст нам положительное число DG под Мю будет положительное и с увеличением Мю G будет увеличиваться это означает что если мы с вами стартовали где-то здесь то нас опять потянет к этой точке видите при увеличении при Мю идущем к бесконечности нас притягивает к этой точке это то что называется аттрактор тянет нас при больших в эту точку вот такие точки называются стабильными я сейчас вам в теории про ультрафиолет да а почему-то все рисовал на инфракрасе а вы мне молчали а вы молчали да вот здесь производная отрицательная вот отрицательная производная вот меня тянет в эту точку G100 ну и в инфракрасе ситуация с точностью да наоборот а именно это стабильная точка stable альтрафиолет стабильная 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 означает что мы не притягиваемся приеме к бесконечности а вот с инфракрасием ситуация прямо как и положено если у нас имеется инфракрасная точка производная положительная здесь то вы видите если G больше чем G100 производная положительная значит чтобы попасть в мою точку мю должно уменьшаться мю уменьшается импульсы уменьшаются расстояние увеличивается поэтому я притягиваться к этой точке буду с двух сторон если у меня мю идет к нулю а если у меня будет мю идти к бесконечности я буду утягиваться сюда ультрафиолетовую точку хорошо это так сказать общее поведение возможное поведение мэтафункции ну и вы можете вообразить более сложные сценарии которые могут случиться и так далее теперь я хочу сказать еще кое-что интересные вещи вопросы есть какие-нибудь ну а вот эта вот вся штука с устойчивой к этой будущей точке а трактором она может быть описана в рамках теории динамических систем верно? похожие возникают да состояния ну я сейчас не буду даваться это сложная сложная вещь так сказать общая теория ренорм-групповых потоков это вот такая грубая картина которая может быть нарисована то есть то что здесь написано здесь написано здесь написано дифференциальное уравнение первого порядка да дифференциальное уравнение которое первого порядка это дифференциальное уравнение описывающее динамику гамильтоновых систем. В этой точке корреляционные функции, типично, что с ней происходит, она превращается в корреляционные функции начинают падать, они перестают падать по экспоненциальному закону, они начинают проявлять пауэлло-бехевия, и типичная ситуация в этих точках – это возникновение корреляционных квантовой теории поля, о чем я хотел сейчас рассказать. И оказывается, что в этих точках, эти точки, они важны не только для квантовой теории поля как таковой, но, оказывается, они еще описывают критические явления в статистической механики. Что это такое за критические точки? Давайте я сначала вам что-нибудь про физику скажу, где это бывает, что это критические точки я имею в виду. Ну, представьте, что у вас есть магнетик, скажем, магнетик одноосный, у которого спин может быть направлен только вверх или только вниз, либо вверх, либо вниз. Значит, в этом случае, если такой магнетик поместите в магнитное поле, давайте его направим как-нибудь по оси Z в магнитное поле, пусть оно имеет тоже только одну компоненту, направлено вверх. Значит, в этом случае вы можете вычислить магнетизацию, намагниченность, да, по-русски? Намагниченность. Намагниченность магнетика и построить график, как эта намагниченность зависит от магнитного поля и от температуры. Вот, давайте, будет у нас здесь намагниченность, тем ее назовем. А здесь будет магнитное поле. В том случае, если у вас температуры достаточно низкие, в частности, они должны быть ниже, чем так называемая температура Кюри, то в этом случае вы увидите такую картинку для намагниченности. У вас имеется при включении магнитного поля, происходит магнетизация, но когда вы выключаете магнитное поле, то единственным образом ваш материал превращается сам в магнит. У него остается то, что называется спонтанная намагниченность. И вот у него образуется вектор спонтанной намагниченности. Магнетизация – это реакция вашего образца на внешнее магнитное поле. Положили образец, включили поле. Раз – он магнетизовался. Есть пара магнетики, биомагнетики, феромагнетики. Вы знаете все эти слова. И, значит, в том случае, когда вы измените направление поля, то есть скажете, ну давайте поле направим вниз. Картинка, в общем-то, она повторится, но не совсем. В том плане, что магнетизация изменит свое направление, когда поле изменит знак. И при выключении поля, то есть когда поле идет ноль, у вас окажется, что магнетизация противоположна той, которая пришла из положительного поля. Если это вектор М, то число М в нашем случае, то это будет число минусы. Ну а дальше вы можете варьировать температуру. То есть если вы температуру начнете повышать плавно, то вот эта картинка начнет меняться. И в какой-то момент она превратится, эмотаж превратится вот в такую картинку. Когда вы увеличиваете температуру, понятно, происходят тепловые флуктуации, тепловое движение, и спины начинают расстраиваться, да. Они не хотят смотреть больше в одном направлении, благодаря тепловым флуктуациям. И в какой-то момент, а именно когда температура сравняется с температурой Кюри, то вы найдете вот такую кривую. При Т равном температуре Кюри. Даже не совсем так, я рисую, неправильно рисую. Здесь возникает такой более острый перегиб. Это будет при Т приблизительно к Кюри. А если вы пойдете больше, выше температуры Кюри, начнете нагревать, то функция будет гладкая. Намагниченность будет абсолютно гладкой функцией от поля никаких проблем. И в нуле она будет равна 0. Значит, в этом случае функция гладкая. Намагниченность – это гладкая функция поля. Выше температуры Кюри, она испытывает скачок, разрыв. Вот это вот ситуация, типичная ситуация, изображенная здесь, когда намагниченность меняется скачком при изменении поля. Это ситуация, которая описывает фазовый переход первого рода. Какие вы еще знаете фазовые переходы первого рода? – Кипение воды. – Кипение воды. – Кипение воды. Отличный пример. – Кипения воды. – Давайте катали кипение воды. Вот фазовая диаграмма воды имеет следующий вид. Здесь мы будем откладывать температуру, а здесь давление. Ну и рисунок можно сделать правильно. Будет как-то выглядеть такими круглыми осмотрениями. Это мы увидели в эту картинку. Здесь имеется точка, которая называется triple point. И здесь у нас стандартная наше 100 градусов. Здесь одна атмосфера. Ну и я собрался. Здесь есть некая замечательная точка, которая отвечает температуре 374 градусов и давлению 218 атмосфер. Цельсия. Цельсия. Да, градусов Цельсия. Ну здесь это triple point. Это 0,01. И давление 0,06. А есть такое объяснение, почему они все три в одной точке пересекаются? Это не великое объяснение, как стало. Я понимаю. Насколько я знаю, вода очень сложная. До сих пор непонятно. Аномальная жидкость. Почему они пересекаются в одной точке? То есть общее положение было бы, но они как-то так висели. Я понимаю. Несколько я точек, но они в одной. Это колоссальная загадка, как ты говоришь. Когда-то они должны их изделить. Ну да. Ну в одной точке. Вот, вот что. Нету хорошего действия. Не знаю. Не знаю. Хороший вопрос. Не знаю. Я к чему эту картинку нарисовал? Я хочу сказать, что вот здесь у нас, значит, находится с одной стороны жидкость, а с другой газ. Ну и вот мы переходим. Когда мы переходим через эту линию, у нас происходит испарение воды. И это тоже фазовый переход первого рода. Потому что нужно подводить постоянное тепло. Вы знаете, да? Нужно подводить тепло, держать кастрюлю на печке. Я, наверное, этот самый такой называю. Чайник на печке. То есть это фазовый переход первого рода. Ну вот, и у этой, и у этой, значит, у нас имеется, видите, две совершенно разные системы. Одна это вот феромагнетик, другая это вот вода, жидкость. Ну, у них в обоих есть фазовый переход первого рода. И обе эти совершенно разные микроскопические системы имеют некую специальную точку, критическую точку, где фазовые переходы первого рода прекращаются. Это вот здесь, при P равной T кюре. И вот здесь, при температуре 374 и 218. И вы знаете, что это заточка? Это точка, когда уже нет различия между жидкостью и паром. Теряется различие. Нет ни жидкости, нет ни пара. И вот этих точках, где кончается линия фазовых переходов первого рода, случается то, что называется фазовым переходом второго рода. Это критическая точка. Видите, подходит. И не случается из транзиши. Это was the second time. Фазовые переходы второго рода, в отличие от фазовых переходов первого рода, они происходят без поглощения или выделения теплоты. Теплота не нужна. Вот оказывается, что вот эти фиксированные точки описывают некий универсальный класс динамических систем совершенно, так сказать, разного микроскопического типа, вблизи точек фазового перехода второго рода. Эти точки, критические точки, отвечающие нулям бета-функции, есть точки, в которых возникает универсальное поведение. Универсал в периферии. Я сейчас объясню, что означает универсальное поведение. Его можно понимать в двух смыслах. И секонд рода перестанет больше полностью. Есть число параметров, которыми можно характеризовать точку перехода второго рода. Например, есть такие понятия, как критические экспоненты. Например, в случае тамферомагнетика можно ввести параметр t минус tc поделить на tc, который будет вам показывать, сколь близко вы к этой критической точке. После этого вы можете изучать поведение разных физических величин вблизи этой самой точки. Ну, например, можете изучать поведение, ну скажем, как магнетизация зависит от температуры вблизи этой точки кюри. Она будет зависеть от минус вот эта эффективная безразмерная температура в некоторой нецелой степени β. Вот β будет то, что называется одной из критических экспонентов. Ну и есть другие критические экспоненты. Например, по рассеянию света, вот, как это называется, слово есть такое, opalescence. Я даже не знаю, как его по-русски это перевести. Аполисценция. Аполисценция жидкости, пропуская свет через вот эту жидкость пар, можно изучить, можно ввести понятие корреляционной длины. Корреляционная длина как функция этой температуры, это t в степени минус n. Вот возникает вторая критическая экспонента n. Ну и так далее. Есть, можно ввести больше критических экспонентов, которые характеризуют поведение каких-то физических параметров, там, не знаю, корреляционная длина, магнетизация, вблизи вот этих фазовых переходов второго рода. И универсальность, про которую я здесь говорю, состоит в том, что системы, которые допускают совершенно разное микроскопическое описание, там, например, как феромагнетик, это уж точно не вода с паром. Совсем другая вещь. Оказывается, что такие разные системы обнаруживают одинаковое поведение. В том смысле, что они имеют одинаковые критические экспоненты вблизи этой точки перехода второго рода. Что выглядит совсем как фантастика. Такие разные системы. Но за этим стоит какое-то одно физическое явление, которое оказывается универсально. Поведение физических величин вблизи фазового перехода оказывается одинаковым. Вот. Оказывается, что действительно, значит, вот эти системы, как бы, физики, статфизики, физики конденсированного состояния, которые обнаруживают единое поведение критических экспонентов, их помещают в один класс универсальности. Про это говорят как один класс универсальности. Вот, например, одноосный ферромагнетик, трехмерный, водичка, пар и трехмерная модель лизинга. Да, это степень с минусом, когда t становится равной температуре клюри, корреляционная длина расходится. Я сейчас скажу, что такое корреляционная длина, напишу. Понятно все или что-то непонятно? Я стараюсь... Можете про апполисценцию? Апполисценция это явление... Вот вы можете открыть там, я не знаю... Полистайте в интернете, там есть очень красивые картинки, даже люди фильмы снимают, показывают, что такое апполисценция. Как вода с паром замешивается, пропуская через нее свет, в какой-то момент все становится так, выглядит так. Все нормально, нормально, прозрачно, прозрачно, вдруг жидкость такая становится мелкой. Ух, раз во всем объеме. Это как раз переход... Это, по-моему, как раз противоположное... То, что... Противоположное явление тому, что происходило при... Как это было... Называется... Рикойл... Рассказы про Вселенную. Когда все становится непрозрачным для света. Нет, а как этот процесс на графике изобразить? Откуда происходит света? Нет, нет, все, на графике мы сидим вот здесь, вблизи вот этой точки. Вот, видите, все, мы сидим вот здесь. Нет, но вначале... А, вначале ничего особенного, это жидкость фар. Вы подводите тепло, увеличиваете температуру, давление, ничего существенного не происходит. У вас вода испаряется, и вы даете больше и больше энергии, так сказать, подводите новую энергию, тепло, увеличиваете температуру, давление, ничего не происходит. А, вы спрашиваете, что дальше? А ничего. Ну все, я понял. Дальше ничего нет. Все тоже. И все. Увеличиваете давление, увеличиваете температуру. Кстати, тоже было для многих людей просто шоком. Когда про это узнаешь, то нельзя больше ничего сделать. Когда превратилось это в состояние, возникло все. Дальше с ним ничего не сделать. Новое состояние материи. В принципе, получается, когда жидкости газа, от газа жидкости, может переходить из газового перехода первого рода. Ну, если вы ее подвезете, тогда и сочи. Да. Вот, если вы умеете, это что-то от плыва. Повысить давление. Можно нагреть, повысить давление. Почему мы получим газ? Без вот этого момента закипания. Нет, это там, вот эта область, которая идет вот сюда, вот так. Можно вот так ее зарисовать. Это то, что называется перегретая жидкость. Все. Вот научное название перегретая жидкость. Угу. 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 Значит, какое-то имеет отношение к теории ФИИ-4. Да. Почему, собственно говоря, я начал этот разговор про физику конденсированного состояния, фазовые переходы. И тут вот вся эта наука про ФИИ-4, кажется, пока никак не срабатывает. Ничего от нее. Непонятно, как она к этому боку стоит. Но мы сейчас ее привяжем к всему этому следующим наблюдением. Значит, если мы вычислим бета-функцию в эпсилон, в размерности эпсилон, то есть не будем гнать эпсилон, но бета от G в теории ФИИ-4 окажется равной минус эпсилон умножить на G плюс 3G квадрат поделить на 16P квадрат. Позвольте мне не посылать эпсилон к нулю. Такая бета-функция. Эта бета-функция начинается при малом G, фиксированном эпсилону, она отрицательна. Начинается вот так. Ну и что может произойти дальше? В некоторой точке, да, назовем ее G100, может, вот именно вот в этой точке, 16P квадрат эпсилон поделить на 3, в эта функция обращается в нулю. В это G100 оказывается равной в нулю. То есть если вы точно не в четверке, а чуть-чуть вздвинутые, для меня сейчас важно, что эпсилон положительный параметр. Это число 16P квадрат эпсилон поделить на 3. Иногда людям приходят совершенно безумные идеи в голову. Типа... Глеб, а напомните, пожалуйста, как эпсилон в 94-й? Это 4 минус эпсилон. Значит, для меня D немножко отличается, да, 4 минус эпсилон. Да, 4 минус эпсилон. Не 2 эпсилон. Сказали-то там минус 2 эпсилон, то, что Кирилл. Ну, если перескалировать, эпсилон будет 2 эпсилон. Я его так делал. Да-да, это вот именно эпсилон полторы. Такое, 4 минус эпсилон. Значит, Вильсон и Фишер заметили вот это явление. Вильсон и Фишер заметили, что вот есть такая фиксированная точка. И более того, они делали совершенно безумное предположение или как сказать, идея состояла в том, чтобы почему бы не взять эпсилон равной 1 и не свалиться в тройку. В случае D оказывается равным 3. D оказывается равным 3. То есть, вы описываете некоторую трехмерную, трехмерную, реально, после того, как вы свалили в тройку, у вас как бы возникает некоторая эффективная трехмерная наука, значит, которая вот описывается этим скалярным полем Фи от Х с квартичным взаимодействием. А нельзя говорить, что это просто теория 4-й трехмерной пространства? Не, такое я не хочу говорить. Так не говорить не хочу. А во сколько законов? Я же говорю, где безумное, ну что ты поделаешь. Но, как вот вам объяснил Игорь Павлович, если это работает и подтверждается экспериментом, то обоснование, оно найдется, если хорошо потрудиться. Оно найдется, может быть. А еще при Эпсилон, у нас там зависит от того, как... Вы видите, Эпсилон к ноль, вы вернетесь вот к тому, что я обсуждал. У вас действительно теория 3-4 в четверке, а на стоящих уже совсем... А если Эпсилон не стремится к нулю? А, вы имеете ввиду? Да, да, поправки можно учитывать, конечно. Если здесь есть старшие петли и поправки по Эпсилон, то, вообще говоря, то, что сделали Вильсон и Тишин, они предложили рассматривать возмущение вблизи поправки точки Эпсилона равно 1. Развить как бы теорию возмущений по... Ну, сначала начинать с малого Эпсилона и потом развивать поправки по Эпсилон так, чтобы в конце концов дойти до Эпсилона равной 1 в каком-то смысле. Начинать с малого Эпсилона, то есть вот вблизи этой точки, с вот этого. А потом учитывать поправки по Эпсилон, старший. Но я говорю сейчас про некое совершенно грубое приближение. Я хочу просто, собственно, объяснить, а что получилось-то, с чего, что из этого происходит. Пока это выглядит как совершенно безумная идея. Вот. Получилось вот что. Значит, оказывается, что в этой теории можно тоже вычислить критические экспоненты в теории, о которой я говорю, в размерности 4 минус Эпсилон. Ну и сколько у меня времени там, если так, задать такой вопрос? 15 минут. 15 минут. 15 минут, да? Дюймовый стошки. Ну давайте за 15 минут я как-нибудь попробую это объяснить. Значит, смотрите, если мне тут понадобится, чтобы это объяснить, некоторая вещь. Моя цель конечная, давайте я сразу скажу цель, чтобы она не пропала. Цель состоит в следующем. Что в этой теории Вильсона-Фишера я хочу вычислить какую-нибудь критическую экспоненту, например, корреляционную длину. И после того, как я ее вычислю, я получу вот этот параметр ню, и окажется, что этот параметр ню лежит, действительно, для вот этой фиксированной точки очень близко, очень близко к тому, что наблюдается, скажем, у других трёхмерных систем конденсированного состояния. Например, одноосный ферромагнетик, что то же самое, что 3D модель изингера. То же самое, что вот этот вот second-order phase transition gas-liquid. Я не знаю, для воды, по-моему, это очень близко, то, что действительно происходит для воды, но это ещё ближе для такого газа, как ксенон, оказывается. Ну, по-моему, вода тоже очень близко к этому. То есть, оказывается, что эта модель, с точки зрения её критической экспоненты, ну, я говорю об одной экспоненте, ну, конечно, люди посчитали и другие, которые тоже, оказывается, совпадают, все критические экспоненты не то, что не совпадают, но они очень близки оказались, что и дало, собственно, толчок к тому, чтобы развивать дальше эту теорию. Если бы они получили какое-то совершенно там бредовое число или такого отношения к тому, что измеряется реально в экспериментах, тогда бы не было этого разговора. Но оказалось, что в действительности те критические экспоненты, которые они получили вот из такой вот модели, каким-то мистическим образом оказались очень-очень близки к тому, что люди вычисляли это из экспериментов. Вот. Вот. И, значит, ну, например, чтобы вычислить корреляционную длину, это можно делать разными способами. И в разных учебниках это делается по-разному. Можно, например, вот пойти по такому пути. И можно просто, значит, напомнить себе, какой потенциал возникает между двумя статическими источниками, статические источники, то есть источники, которые неподвижны во времени, то есть неподвижны просто статически, да, независимо от времени. В теории φ4. Вот. Вычислить потенциал между двумя источниками в теории φ4. Значит, ну, давайте я быстро набросаю, чтобы не быть совсем голословным, как это делается. Вы, наверное, можете знать где-то. То есть мы рассматриваем действия теории φ4 там. d4x, одна вторая, деми φ, деми φ, минус m квадрат пополам, φ2. И вы добавляете вот такой источник. g от x, φ от x. Эти источники я уже вводил и обсуждал. И, значит, ну, это масса, на самом деле, это в физических единицах, я напоминаю, как mc, разделить на h, обратная компоновская глина. Значит, это добавление источника имеет два следствия. Во-первых, добавление источника изменяет уравнение поля. Теперь уже имеется неоднородное уравнение кляйн-гардона. mc, h, bar, square, действует на φ, square. g от x, это первое следствие. Источник порождает поле. Это источник, а это респонс. Поле отвечает на наличие источника, как решение вот этого уравнения. Во-вторых, если у вас есть новый член в Гамильтониане, в Лагранжане и Гамильтониане, то, значит, есть добавка в энергию. Потенциал взаимодействия. Давайте вот так ее обозначим. Которая есть минус x. Давайте так. Ведем тот источник, который создает поле, назовем его g2. А тот, который является тестовым источником, я назову g1. Федекс. То есть есть SOS и есть тест. Это SOS, а это будет тест. SOS создает поле, а потом второй тестовый источник в этом поле получает дополнительную энергию по этой формуле. Почему здесь минус? Это потому, что когда вы будете строить Гамильтониан по этому Лагранжану, Гамильтониан отличается от Лагранжана знаком. У вас войдет экстра минус. Это важно. Ну а после этого вы сюда подставите решение уравнения, вот этого неоднородного уравнения Лагранжана через функцию Грина. И у вас там, если все правильно написать, H4C и так далее, то у вас формула для статического источника, для потенциала, который создается одним источником, а второй ее измеряет. Вот примет такой вид. Это SOS, а это тест. А это функция Грина. Это, кстати, общее рассуждение, но... Переменное интегрирование то? Переменное интегрирование... О, да, что-то я не то нарисовал. D4Y. По D4Y я интегрирую, а G1 это Гамильтониан, тут я интегрирую по трехмерному пространству. Здесь эта энергия. Ну вот, остается поставить сюда что? Явное значение функции Грина, неважно какую брать, можно там Фейнмановскую, можно Эдванс, Тритадок. Все они в этом пределе статичности дадут один результат. Не важно совершенно. Ну и выбрать источники. Значит, там G1 от X можно взять корень из H в борце Q, где Q будет это как у нас заряд. Вот так пишется точечный статический источник. Это как бы частичка. Я уже говорил вам, что полень из H в борце это размерность электрического заряда. Вот это вот как бы наш заряд. Q единиц заряда. Ну и второй взятком. Такой же. Давайте возьмем источник того же знака в качестве тестового. Это будет источник G2, G1 это будет тестовое. Частички. Ну и вот они там. Сосредоточенная одна в X1, вторая в X2. Мы пытаемся измерить потенциал. Ну и все, что нам надо, это поставить сюда функцию Грина для уравнения Ленгардона и аккуратно взять четырехмерный интеграл. Один четырехмерный и один интеграл по D3. Вот если вы это сделаете аккуратно, что может быть рассмотрено как упражнение, поскольку здесь все вычисления достаточно простые, то вы получите следующий потенциал. V от R он будет зависеть только от расстояния между двумя источниками. Единичка на 4P у квадрата и дворца поделить на R экспонента минус R поделить на Xi. И вот это Xi, это и есть то, что называется в физике, я не знаю, в конденсированном состоянии или в той же квантовой теории Поля. Xi носит название корреляционной длины. И в нашей теории эта корреляционная длина, это есть просто-напросто H-bar поделить на mc, что есть кантоновская длина волны, ассоциированная с частицей массы K. И этот потенциал называется потенциалом дибая. Юкавы. Дибай или юкавы? Дибай то же самое. Дибай скринь. Окей. Юкавы. Это потенциал заряда в квадрате. Так, хорошо. Как он называется в итоге? Юкава. Ну я называю юкавой юкавой. Это идея юкавы, значит, в чем идея юкавы состояла? Идея юкавы состояла в том, чтобы описать сильное взаимодействие. Взаимодействие, которое удерживают протоны и нейтроны в ядре. Он предположил, что взаимодействие осуществляется некой скалярной частицей, которая массивно, он дал им название там пион и мизон. Ну и вот короткодействие этого потенциала, благодаря этой экспоненте, массивность проявляется в виде корреляционной длины. Что тоже Нобелевская премия, кстати. Корреляционная длина. Значит, это было в теории P4 в размерности 4. Если вы чуть-чуть это вычисление теперь измените и скажете, окей, давайте я его проделаю в размерности 4 минус ε, то изменения будут здесь очень небольшие и, так сказать, потенциал такой классический. Вот это вычисление, оно классическое, здесь ничего квантового нет, собственно говоря. Просто ввели классический источник, посчитали потенциал с ничего квантового абсолютно. Никаких петель, ничего у нас нет. Значит, потенциал будет меняться только тем, что здесь возникнет 1 минус ε. А теперь вопрос состоит в том, а что, собственно говоря, ожидать от этого потенциала в теории поля. И оказывается, что в теории поля, в том плане, что вы учтете теперь петлевой эффект, в теории P4 вы учитываете перенормировку и тот факт, что у вас константы побежали, и вы хотите теперь задать вопрос, а как же потенциал будет выглядеть в случае, если вы учтете первую поправку. И вот из уравнения Ренургруппы его можно вычислить, решить. Это именно то, что у вас в лекциях написано от этого вычисления. Я не буду его сейчас делать на доске, потому что мое время подходит к концу. Но в лекциях оно написано, как я это делаю, шаг за шагом. Вот, вы получите следующий ответ. Вы получите, что теперь у вас потенциал РОЖМ, где это G и M, это ваши константы перенормированные. Он будет выглядеть так. Минус G со звездой квадрат, где G со звездой это вот эта фиксированная точка. Значение константы связи фиксированной точки. R в степени единичка минус ε. А вот здесь произойдет интересная вещь. R в степени единичка минус γm. Где γm, это как раз войдет сюда вот эта аномальная размерность для массы. Аномальная размерность для массы, которую мы тоже можем посчитать в теории Φ4. Она считается абсолютно точно так же, как вот я делал вычисления dβ функции. И там вы увидите, что это аномальная размерность. Давайте я напишу где-нибудь с края здесь. Гамма M. Это G квадрат на 32π квадрат. В ведущем порядке по теории возмущения. А G со звездой это? G со звездой это наша фиксированная точка веса на фишерах. G со звездой это сколько там было? 16π квадрат ε поделить на 1. Вот такая вещь. Где вот этот объект КСАИ? Теперь будет новая корреляционная длина. Давайте ее укажем. Не знаю. Ну в общем это новый объект, который получается после того, как вы учтете решение реном-группы для этого потенциала. Вы обнаружите, что корреляционная длина изменится по сравнению с тем, что было в случае деревянного потенциала, классического потенциала. А изменится она вот таким образом. При решении вот этого уравнения здесь у вас возникнет необходимость ввести новый масштаб. Потому что реном-группа вводит новый масштаб. Вот там я вводил масштаб μs. А здесь мне придется ввести масштаб rx, когда я буду решать уравнение реном-группы для потенциала. И это опять эффект размерной трансмутации. А может такой вопрос? Да. Мы на чайку алексу равны единице. Здесь мы его не можем просто так положить единице, да? Нет, мы его можем погнать к единице, если нам так захочется. Но я пока не гоню к единице. Ну, просто если мы его будем гнать к единице, то мы получим единице, наверное? Да, да, да. Не получим. Нет, не получим. И корреляционная длина у нас поменялась. Корреляционная длина, она характеризуется вот этой критической экспонентой, которая есть... Вот, смотрите. В случае, когда у нас не было поправки. Сай – это h-бана mc. Вот был ответ в классическом случае. А когда мы учтем, что происходит в случае первой поправки, то корреляционная длина поедет. Поедет из-за того, что теперь... Она всегда пропорционально длиннее. Но, видите, теперь эта длина стоит в степени 2 nu и есть rs в степени единичка минус 2. То есть, из-за размерной трансмутации часть размерности утекло на этот параметр rs. В результате чего критическая экспонента оказывается нетривиальной и в точности равной единичка поделить на 2, 1 минус гамма m, вычисленная в критической точке. Значит, я эту ренорм-группу, я не решаю это уравнение, но оно решено в лекциях, которые я вам раздал. Смотрите лекции. Вы можете мне задать вопросы, конечно. Я вас приглашаю задать вопросы, если они у вас будут, как я получил этот результат. Ну и теперь, значит, если вы подставите все сюда, все, что можно сюда подставить, а что сюда надо подставить? То есть, надо подставить, надо взять просто этот ответ, подставить g100 и гамма m. g100 – это g100 в квадрате на 32π квадрат. И тогда, тогда, что у нас получится здесь? Здесь у нас получится ответ следующий. 3 поделить на сколько? На 6 минус ε. 3 ε, равное единице. Здесь возникает 3,5. Что есть 0,6. Что есть знаменитое число 0,6. Вот она, критическая экспонента для всех вот этих моделей. Изинг, трехмерный изинг, ксенон, вода и так далее. Получается, если мы предположим, что живем не в четырехмерном пространстве, а в инстанциональном верности. 4 минус ε, 2 ε, 1. То вот эта вот экспонента совпадает с экспонентами? Нет, ну она прям с ними не совпадает, но близка. 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 Реальный ответ, я вам скажу сколько. Реальный ответ, нас вы сейчас помнили, где-то близка в том плане, что там реальный ответ болтается в районе 0,6. Ну я взял первое приближение по ε. Это самое грубое вообще. То есть как бы нет теории возмущения по ε. Весь хвост обрезали, взяли только грубо так совершенно первые члены и так вставили нагло первые члены. Ну получили что-то очень близкое. Вопрос на одной экспоненте, вы не можете этого оценить. Насколько вы вообще описываете это критическое явление? Тут надо вычислить много экспонентов, много функций. Подумаешь одно число совпало, мало ли чисел совпадает. Так сказать нельзя. Но если вы начнете другие вещи считать, то и остальные вещи начинают приближаться. Что конечно абсолютно удивительно. Ну и насколько я знаю, до сегодняшнего дня это ε разложение построено до 5 порядка. До 5 порядка по степеням ε. Вот изучается это разложение. Ну и здесь мне придется сделать, наверное, точку логическую. Можно все-таки как-то еще раз отозначить смысл того, что сейчас происходило? Смысл того, что происходило следующее. Мы с вами решили уравнение ренорм-группы и мы узнали поведение наших функций Грина. И мы убедились с вами в том, что вопрос о том, большие или малые импульсы, можно перетранслировать на языке бегущих константов. После этого мы убедились, что в таких теориях с непривиальными бета-функциями могут возникать фиксированные точки. Фиксированные точки, оказывается, начинают иметь отношение к классам универсальности каких-то физических систем. Начинают описывать физические системы вблизи фазовых переходов второго рода. Оказывается, что эта универсальность не случайна. Она связана с тем, что детали конкретной теории всегда связаны с добавлением к действию некоторых разных и релевантных операторов. И релевантные операторы – это операторы, размерность которых больше, чем размерность лагранжанов. Больше в четверти – это операторы больше размерности 4. Маргинальные операторы – те операторы, которые имеют размерность 4. И релевантные операторы – те, размерность которых меньше 4. Так вот, все детали, описывающие разные системы, по-видимому, отвечают тому, что вы добавляете в теорию разные релевантные операторы, эффект которых в инфракрасной фиксированной точке оказывается не гличеблый, минимальный, исчезает. Вот поэтому все они с точки зрения квантовой теории поля обнаруживают это универсальное поведение, потому что эти операторы называются релевантными, потому что они не производят эффекта в инфракрасной области. Где-то они там важны, но они различают систему между собой, описанную с точки зрения теории поля. Ну а когда мы приходим в инфракрасную точку, мы видим только эффекты, которые схватываются релевантными операторами, число которых конечно. Ну например, вот эта массовая размерность, она ответственна за перенормировку композитного оператора φ квадрата. φ квадрат это релевантный оператор, и только он здесь оказывается вблизи критической точки важен. А все релевантные, которые вы можете добавить в этой критической точке, они становятся неважными. Ну я этого не объяснял глубоко, но это некий ответ на вопрос, почему рассмотрение таких систем интересно и важно. Не только с точки зрения квантовой теории поля, как науки о частицах и физике высоких энергий, но с точки зрения тоже физики конденсированного состояния. Ну что, спасибо огромное. Ну ничего, еще вопросы? Ну, а вот вы сказали, что до 5 тысячи посчитали, а какой смысл считать так далеко, если это, ну фи-4 само по себе, оно не особо, ну как бы, ну с хиксом, значит, но хиксы все равно... Да, нам нужна стандартная модель, мы знаем, поля, фи-4 само по себе ничего. Но для того, что я говорю, это некий другой выход всего этого дела. Понимаете? Побочный интересный фи-4. Когда такие тенетико-полевые модели начинают вам описывать интересным образом ферромагнетики. Здесь это другая идея, другая идея. Вы используете фи-4, но в совершенно другом контексте. Вы смотрите на параметр фи, все это надо связывать также с теорией Ландау фазовых переходов второго рода, где параметр фи это некий абстрактный параметр, который называется параметром порядка. Вообще, это замечательная теория о том, как описываются такие фазовые переходы второго рода. Называется теория Ландау-Линсберга. Например, суперпроводимость. Температура здесь не надо, температура... Температура является как бы параметром, который у вас... Это не есть параметр порядка, это некий внешний параметр, который вы вводите, на который вы действуете на систему. Температура, магнитное поле, это некие внешние параметры, которые изменяют состояние системы. А вот поле фи, это для меня как магнетизация. В случае там суперпроводимости, теории суперпроводимости, фи это волновая функция база Эйнштейна-Сфа-Конденсата. Он имеет разный смысл, разные значения, в зависимости от того, какой конкретной модели вы собираетесь и применить. В этом и есть универсальность, подход универсальный, вот что замечательное. А еще, вот вы говорили о добавлении перебанков к графу, и мне с удовольствием, что если я попробую, значит, добавить члена фи, пятой, шестой... В этой точке они будут не важны, все детали, да, их константы будут расти, да, и они не будут... Все то же самое можно прокрутить, а не будут вложить. В этом и есть универсальный. Как же там, вот мы использовали диалог, что мы там перенормировали, мы считали, что мы перенормировали. Но фи-4, понимаете, когда у вас есть фи-4, вы начинаете с 4, это существенно, что мы производим перенормировку, потому что без перенормировки не появится ни масштаб, ни размерной трансмутации не будет. Вот смотрите, в классической теории бы эта корреляционная длина была равна 1,2. Вот ню 1,2. Вот здесь ню отвечает значению 1,2. Это гораздо более тонкий эффект, видите, получается 0,6. Почему 1,2? Потому что вот этого нет, и классический результат, речба на mc, это отвечает ню равная 1,2. Вот это была бы классическая экспонента, а это вот то, что мы находим в фи-4. Первый эпичный баланс. А если мы эпичный баланс равными двойке, там будет типа на плоскости, типа графена, а вот для каких-то структурс? А можно в этой связи еще вопрос, а не получилось так, что вот переход к статическому пределу, ведь это все в статическом пределе так-то, да, это вот... И степсула на единицу одновременно и дают нам трехмерную гифклидовую теорию, которую мы как бы считаем, и не получается так. Нет, это эффективно, здесь редукция происходит не потому, что мы статический потенциал рассматриваем, потому что в целом идет единицу, потому что сравнение идет с реальными трехмерными. Одновременно, и то, и другое одновременно сделаем. Вот здесь по времени идет интегрирование. Чтобы получить потенциал, нужно по времени проинтегрировать. Здесь d4 в ай. В общем случае, в четырехмере, d4, только тогда получается этот потенциал. Да. Нет, я просто призываю... Для воды тоже, может быть, что-то такое можно написать? Или для воды не напишешь? Нет, для воды число очень близкое тоже к этому, оно где-то тоже не мыслит. Но некоторые люди в воду тоже к этому классу приедут. Сказать, относительно. Для меня теория d4 полей для описания воды. Критическое поведение вблизи водки. А поле другое? Тут есть ситуация, значит, такая. Поле d4 это поле. Например, плотность. Плотность. Да? Вот параметр порядка. Происходит фазовый переход хирургода. Плотность воды в момент кипения уменьшается 1600 раз. Когда вода кипит, 1600 раз плотность уменьшается. Вот это и есть параметр порядка в теории воды. При фазовом переходе происходит скачок. Вот как я говорил, магнетизация. Раз, раз. Вот роль магнетизации играет плотность. Скалярная величина. Плотность скалярная. То есть, будет параметр порядка. Поли феном он думает. Да, на нем можно думать. Это вот параметр порядка. В теории Ландау это просто постулат. Это параметр порядка. Его микроскопическая природа для вас остается неизвестной. Там, например, в теории суперпроводимости, ну это там Пазеенштейнерский конденсат, но это вам надо знать. А как он берется, чтобы он моя функция. Это вы не получите, чем аналогические посуды. Ну ладно. Один раз можно чай не попить. Это интереснейшая вещь. Да. Вещь замечательная. Да, ребята, если кто-то предпочитает чай пить, ну, как говорится, пожалуйста. А те, кто не предпочитает, может еще, можно послушать. Пожалуйста. Ну, вы видите, тут, я же говорю, микроскопические описания совершенно разные, да, разные модели, разные знания. Но вот вблизи критической точки оказывается... Ну, что значит реактивистская? Тут вообще мы хотим сказать, что теория уже как-то спустилась, свалилась в трет-мере. Тут вот этот, да, вопрос правильный тоже простатик. Ну, я эти коррекционные функции, допустим, эту двухточку посчитал одним способом. Есть и другие способы. Можно и не через лукат. А какие еще индексы считаются и проверяют совпадения? Ну, там есть, например, какие-нибудь... Ну, откройте какую-нибудь там книжку Зинджу Стэн. Ну, вот, где вот... Я забыл название. В общем, там выписана целая таблица, где выписаны критические экспоненты, которые сравниваются, да, считаются и сравниваются. А вот в теории, когда... Это Вильсон-Фишер-фикс-поинт и разные материалы, и разные критические экспоненты. Ну, просто вот это посчитать просто. Можно посчитать, там, я не знаю, какие-нибудь корреляционные функции. Тоже, не знаю, выйдет в книгу критические экспоненты. Корреляторы. Корреляторы, да. Корреляторы. Что это? Да. Вот в этой точке корреляторы прекращают обнаруживать вот такое поведение, потому что на стретку, если вы пойдете прямо в критическую точку, то в критической точке М со звездочкой равняется нулю. Это отвечает тому, что нет, как бы, затравочной массы. Безмассовая теория становится. В критической точке теория изначально безмассовая. А это означает, что корреляционная длина, которой вот дается эта формула, прям к нулю, корреляционная длина стремится к бесконечности. А это означает, что вот эта экспонента начинает, ну, понятно, что сделать. Она просто уходит. Это будет стремиться к единице. И в общем случае корреляционные функции, ну, не в данном случае там, но какие-то другие корреляционные функции, они начинают обнаруживать поведение, которое чисто, как бы сказать, Пау-Ло. Нет вот этого экспоненциального подавления. Это уже характерное поведение. То есть корреляции становятся дальнодействующими. Корреляционная длина становится очень большой. То есть вещи, разделенные большими расстояниями, начинают коррелировать. То есть такое коллективное поведение начинается. Не то, что там какое-то локальное точке друг с другом взаимодействует. Начинается целое коллективное поведение. Одна точка где-то на большом расстоянии начинает влиять на точку на другом расстоянии. Да? То есть корреляционная длина вытягивается. А для купюрских пар какая коллекция наобилия? Ну это зависит от того, что вы понимаете. Вы имеете ввиду, два электрона могут быть не близко друг к другу. Ну в том-то и дело. Они могут быть на большом расстоянии. Да. Да. Ну, меняется. Не важно. Тем не менее, они образуют пару. Но между ними там физическое расстояние реально может быть большое. Даже фаноны связаны. Ну да. А еще вопрос. В технической точке у нас констольная теория. Вот мы растягиваем, ничего у нас не меняется. Ну вот это вот отражено как раз вот в этой формуле. Мю дж под мю равно нулю, да? Да, да, да. А физически, допустим, в примере воды, как можно связать тот факт, что мы растягиваем, пространство мы растягиваем, ничего не меняется? Однородность. Фаз нет. Фаз нет. Жидкость и газ – это одно и то же. Куда ни пойдете, там и там все одно и то же. Нет разделения фаз. И исчезает. А, ну там растягивание… И малая корреляция – вот это и есть явление полезности. Что-то возникает, пертурбация в одном месте и она тут же распространяется на весь объем. Моментально. В корреляции возникают дальнодействующие. В одном месте вы чуть-чуть пошевелили что-то и тут же это все распространилось на весь образец. Как вот эти вилки компадесницы. Посмотрите обязательно. По всему объему. По всему объему. По всему объему. Пах и все. Все скоррелировалось. Все точки сразу в раз взорвались. Неожиданно. А, вот если вкратце можно как-то формулировать идеи применения Реноа в группе для описания Турбеля? О, он трогает. Да, 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 да. Я не знаю. Сейчас. Это правда. Еще одна потенциальная Нобелевская премия. Еще одна Нобелевская премия. Нет, в общем, короче говоря, мой совет. Посмотрите на теорию критических явлений. Это жемчужина просто теоретической физики. Жемчужина. Можно только согласиться. Ну ладно, ну что, давайте поблагодарим. Коллеги, два слуха. По согласованию с векторами. Давайте начнем на 15 минут с субинар позже, чтобы... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok